Ученики преподавателя по классу балалайки Винновской детской школы искусств Людмила Буркатской завсегдатые музыкальных конкурсов разных уровней, от районных и областных до международных. Ребята влюблены в свой инструмент и готовы заниматься даже в дни летних каникул. Много композиций можно сыграть, классику, джаз. На гитаре только грустные песни играет, но балалайки веселые. У нас такой хороший преподаватель Людмила Николаевна, и она старается детей все время двигать на конкурсы, на выступления. То есть не просто занимался и ушел, а именно чтобы они как-то привыкали к сцене и как-то себя пересиливали, потому что выйти на сцену это же сложно. Вот этим летом юные музыканты не расстаются с балалайкой. На международном конкурсе исполнителей «Народные истоки» звание лауреата получил Оркестр русских народных инструментов «Карусель» Видновской детской школы искусств. Человек 25 у нас. В оркестре не только народники, то есть исполнители на народных инструментах. Балалайка, домбр, баян, аккордеон. Гитаристы играют у меня даже на балалайках, на контрабасе, на басу. Это играют у меня гитаристы, там строй им знакомый. Мы стараемся как-то в музыке общаться на общем языке. Кому-то это приходит с опытом. Самое главное, конечно, услышать ребенка. Также лауреатом первой степени стал 12-летний Сергей Петелин. Вместе со своим преподавателем Людмилой Буркатской он победил и в номинации «Дуэт педагог-ученик». За шесть лет обучения в ДШИ юноша уже более ста раз побеждал в различных музыкальных конкурсах. Ребенок сразу было видно, что он одаренный, что у него немножко больше там, да, чем у кого-то способностей. Способностей к тому, чтобы слышать то, что от него требуется. Способность это изобразить и повторить. Сережа работает. Таких результатов, такого количества дипломов можно достичь, столько работая. Людмила Буркатская признается, ее огорчает, что многие до сих пор воспринимают балалайку как несерьезный, неконцертный инструмент. Всей своей деятельностью она пытается доказать людям обратное. Сейчас ребята готовятся к новым конкурсам. Впереди поездка в Санкт-Петербург на фестиваль «Праздник детства», откуда музыканты наверняка привезут новые награды. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.